Мы говорили о том, что в разных церквях, в разных общинах, как мессианских, так и ортодоксальных, есть разный приоритет. То есть мы с вами обсуждали определенную, можно так сказать, условную схему того, на что можно сделать ударение в той или иной общине или церкви. Мы понимаем, что это всего лишь макеты, тем не менее за этими макетами стоит реальность, стоят люди на самом деле, которые живут, которые принимают или не принимают и так далее или тому подобное. И мы говорили о том, что одним из ключевых моментов представления о машехе будет изменение внешнего мира, который находился на тот машех. Когда придет машех, мир вокруг он изменится. Мы рассмотрели с вами ряд пророчеств, в которых говорится о том, как именно он изменится. Что произойдет, когда придет машех. И мы говорили о том, что мессианские чаяния многих религиозных течений, или скажем, немногих, мы сегодня поговорим об этом больше, они разочаровали в каком-то смысле, когда пришел Ишхо. Они были разочарованы. Почему? Потому что они не видели волка, который кушает с ягненком, льва, который ест траву и так далее. Они не видели мир во всем мире и так далее. Хотя говорили, если что, машех, где это? И мы закончили тем, что мы увидели такой простой момент, что Бог направлял на самом деле также в этих пророчествах все то, что происходило в событиях будущего времени на один из ключевых моментов вообще в силу, центральной, можно так сказать, идеей, мыслью или опорой – это изменение сердца. Большое внимание Бог уделял не изменению внешнего мира физического, но Он говорил о изменении внутреннего сердца человека. И в этом есть, слава Богу, очень много благодати, потому что мы можем увидеть, что Бога интересует человек больше, чем все остальное. Это один из моментов, который радует нас, сама идея Завета, что это Завет с Личностью, Бог заботится о Личности в первую очередь, он все остальное принадлежит. И мы закончили наше занятие таким моментом, что центром Нового Завета является внутреннее преобразование человека. То есть все действия. Ишуа, он не просто пришел, вы можете посмотреть на его служение, он не просто пришел, чтобы исцелить, потому что фактически его служение было ограничено во времени, в пространстве, да. Мы понимаем, что он не мог быть одновременно и в Израиле, например, и там на Украине. То есть он был в Израиле. Все. Вот кто там доковылял к нему каким-то невероятным способом, он их исцелил, если у них была вера, да. А нет, так и нет. И сейчас в отношениях Нового Завета Бог расширяет, можно так сказать, сферу своего влияния. Это тоже одно из благословений. Смотрение. Раньше место поклонения было определено четко Богом. Ты не мог принести жертву, где попало. Не мелкало. Жертву нужно было принести в указанном Богом месте, да. То есть в Израиле, в Иерусалиме конкретно. Была своя система жертвоприношения, был порядок, какая должна быть жертва и так далее и тому подобное. Сейчас мы можем приносить жертву Господу на любом месте в Новом Завете, да. То есть какими могут быть наши жертвы? Молитва, жертва хвалуи, жертва общительности, например, да, общения. Вы знаете, что есть люди, с которыми ты общаешься, и ты понимаешь, что ты сейчас реально... Это просто жертвоприношение Исаакха. Понимаете, да? Но на самом деле, мы можем священно действовать перед Господом во всяком времени. Заметьте, да? Раньше не во всяком времени. Во всяком времени, во всяком месте и каждый человек. Раньше было только левиты, да? То есть мы знали, что они были коленом, которое было длино для того, чтобы служить в храме всему остальному народу. Мы можем теперь служить всем остальным народам. То есть эскатологическая перспектива расширяется. Это постепенно раскрывающееся откровение о Божьем Царстве. И мы снова можем с вами посмотреть, да? Некоторые моменты, которые говорят пророки Иеремии, Иеремия, Иезекииль. Они видят такой интересный момент, что Новый Завет, он связан с возвращением евреев в землю Израильскую. Иезекииля, 36, 24. «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу». То есть мы видим, что Алия, или возвращение, это также является частью Нового Завета. Или там, допустим, 25 стих. «Я кровлю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех сквер ваших, и от всех идолых ваших очищу вас». И 26. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Это очень такой интересный момент, связанный с Алией, потому что мы знаем, что, в общем-то, множество столетий Израиль находился без земли. Мы видим, что каким-то сверхъестественным образом, я вижу, что Божья воля, Израиль есть, как страна. Если вы посмотрите историю, может быть, кто-то не в курсе, я рекомендую вам историю Сионизма, историю евреев, там, вот, средних веков, то можно увидеть, что это невероятнейший подарок Богу. Невероятнейший. Представьте, что вас гоняли всю жизнь, били в любом куточке, в любом уголке, где вы только могли остановиться, и казалось, вот, вот, подхой, и восьмого оттуда гнали, и ужасно гнали, жестко гнали. И в какой-то момент вы приходите, и вы понимаете, вот, ваш дом, отсюда вас не вынуждены. Либо у вас здесь уже все, но это ваш дом. Это было невероятнейшее благословение. Мы не видим сейчас, что Израиль в тотальном, полном покаянии. Но мы видим, что начало появляться такое дело, или такой Божий труд, как мессианские общины. Потому что они были раньше, но их было очень и очень мало. Были иудействующие христиане, были различные такие вот небольшие группы. Но сейчас мы видим по всему миру, Бог конкретно поднимает мессианское движение. Вот просто обратите внимание. И это тоже действие Божье, друзья. Направо, это милость Божья для еврейского народа. Почему? Потому что Бог обращает внимание на их сердце. Наряду с физическим восстановлением Рыц-Израиль, Бог восстанавливает народ как нацию, которая способна служить Ему в духе и истине. Не путем Сталин, не путем, которого уже нет, но настоящим Божьим путем. Поэтому я хочу вас поздравить, все мы участвуем в той или иной мере в этом большом, грандиозном плане Бога. Мы находимся, можно так сказать, в каком-то смысле у истоков. Поэтому как движение, как общины мы делаем еще ошибки. Мы учимся, вы понимаете, да, чтобы взять, например, православную церковь. У них колоссальнейшая уже база есть историческая. У них есть уже очень и очень много. Было в течение веков огромное количество различных теологов, мыслителей. Или взять, например, католическую, да, вот как бы, деноминацию. Мессианская деноминация, мессианский евдоризм, он формируется сейчас. Это что-то, что было когда-то оставлено, и то, что сейчас возрождается наряду с возрождением Алицы Израиля. Мы видим дальше, говорит языки 27-28, «Ложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом». Бог будет изменять сердце израильского народа. Это места, которые мы можем молиться, друзья, за Израиль, которые мы можем благословлять Израиль. Мы видим, это Божий план относительно Израиля. Новый Завет, он делает нас способными исполнять Божий закон, Божье слово, Божий заповедник. И мы понимаем, что Става это реально для нас через Вершуа Мессиана. И очень важно понимать, что в Новом Завете ударение ставится на Святой Дух. мы понимаем, что Бог благословил Тело Своё тем, что Он пребывает в каждом из нас своим Духом. Он наследает нас, наставляет нас. Это тоже просто вдумайтесь. Наряду с тем, что было, какой подарок Бог делает. Когда Ишуа собирается уходить из этого мира, ученики очень сильно печаются. Он говорит, плохо. Он говорит, я вот начал открывать, я скоро уйду, на третий день, не должно пострадать и так далее. Я не печаюсь. Он говорит, это хорошо. Это хорошо, если я уйду. Они говорят, о чем же? Он говорит, потому что если я не уйду, то не придет утешики. А так я вам прошу Духа Истины, который пребудет в вас. Который, если в вас, пребудет. То есть, по-настоящему Бог благословил нас Духом Истины. Главное не привыкнуть к этому. Не сделать из этого нечто обыденное. Потому что мы, как верующие Нового Завета, находимся в намного больших преимуществах, чем праведники Ветхого Завета. Мы будем об этом говорить. То, что есть у нас, не было ни у кого из них. И если они умудрялись ходить с Богом, если, как написано, что Илья был человек, подловленный нам, помолился молитвой с верой, и три с половиной года не было дождя. То есть, параллель очень простая. Он был такой же, как и мы. Он не был образованный. Он не был какой-то там умный. Понимаете, такой. А идти у него было, я не знаю сколько, но не думаю, что вах. Что в физике, математике он разбирался. Водил колесницы на шестиполосных дорогах. И так далее. Все было намного проще. Итак, Святой Дух дает нам способность исполнять то новое завета, да? Заповеди Божьи. И еврейский народ в первом веке понимал, что еще не произошло. Он ожидал, что Мессия придет и принесет суд от Бога. Что явится суд над всеми окрестными народами, над Рименами, которые оккупировали Израиль. То есть, ожидали Мессию как судью. Он утвердит Тору. И Он извьет от Духа Своего. Он приведет Израиль и народы вместе под правлением Мессии. То, что мы читали, да? Исайя 2 глава. Что Слово, Тора, быть Словом Божьим, выйдет из Иерусалима и станет законом для всех народов. Понимаете, да? Слово, которое принадлежало одному народу, станет Словом для всех народов. Мы видим, что у нас есть Писание, которое для всех народов, да? Что послание Ново Зависова направлено на все народы. И мы понимаем, что явным желанием, простым желанием было желание освобождения от Пенов, от римских захватчиков. И в этой надежде на тот момент существовало несколько групп, которые развивали в себе различные эскологические чаяния. И это были Барисеи, такое знакомое с Слово, да? Саддухеи, Ессеи и Зилоты. Можете записать. Это четыре основные группы, можно сказать, партии, которые были тогда. И если вы почитаете иудейские древности, иудейскую войну Иосифа Флавия, вы можете увидеть подробное описание, какое отношение было у них друг с другом. И я вам скажу, что отношение было еще то. Но, возможно, современным политикам и не снялось. То есть, только они относились к своей правильности друг к другу. Итак, Фарисеи, Саддухеи, Ессеи, Ессеи и Зилоты. Направление Саддухеев не разделяло надежды мессианского века. Они не верили в воскресение, в духовные вообще, в духовные какие-то моменты, да? Жизнь после смерти. Вы помните, однажды апостол Шоуль, да? Когда его взяли, он узнал, что половина фарисеев, а половина Саддухеев, закинул им такую идею, а мне ангел сказал. Вы помните, да? И тем самым он сразу разделил на два лагеря. Потому что фарисеи говорили, если ангел сказал, то ничего страшного, нормально. Саддухеи, которые не верили в духовность, в духовные все эти вот движения, говорили, не-не-не. И таким образом, ну, политика тоже. Тем не менее, Саддухеи обладали контролем над храмом и представляли большинство в Синедрионе. Саддухеи, да? И они сотрудничали с римскими оккупационными властями. То есть, фактически, это была, ну, такая, политически-религиозная сила. Вы поймите, что храм на тот момент являлся центральным местом. И кто им управляет, да, кто диктует, как бы, скажем, теологию на тот момент, соответственно, тот имеет влияние. Потому что через храм можно было влиять на весь Израиль. Это было очень стратегическое во всех отношениях место. И занимали его Саддухеи. Три другие группы составляли план-программу, как привести Машиеха. Вы же понимаете, да? Когда-то говорили с вами, что эта идея привести Машиеха, она периодически возникала в самых разных течениях иудаизма. Говорили о саботарствах, последовательных саботарствах, которые иногда доходили до безумия. делая грех, считая, что если умножить грех, то Машиех придет, видя то беззаконие. И они, короче говоря, со всего разгоном, со всем размахом решили, как только могли, лишь бы быстрее пришел Машиех. Понимаете, да? Какая такая дикая ересь. Итак, парисеи верили, что для того, чтобы привести Мессию, нужно, чтобы все евреи в Израиле осветились не только через соблюдение заповедей Торы, но и через соблюдение тех предписаний Торы, которые предназначены для священников. Понимаете, да? То есть, они не просто берут программу минимум. Они говорят, если мы, весь Израиль, будем исполнять те заповеди, которые должны исполнять коведы, то Бог, видя нашу невероятную святость, вы понимаете, да? High level, высокий уровень, Бог точно придет, придет на шеях, я вам говорю, потому что мы все сделаем в три раза больше, чем от нас ожидают. Их идея была вот такая вот достаточно простая. Иными словами, если Израиль вот таким особым образом очистится, он станет достоин пришествия Машиха. В этой партии, в фарисейской партии существовало два течения, два направления, две группы партии. Одни из них были последователями школы Гилеля и другие были последователями школы Шамая. Гилеля, Гиллеля и Шаммая. достаточно известны такие школы. Шаммай был более строгий, а Гилель более либеральный. Вы можете сейчас в еврейской литературе найти различные такие моменты о том, что у Гилеля там, например, учили о том, что разводиться нельзя. А Шаммай говорил, если женщина там, можно развестись допустим, за нечистоту какую-то. Что такое нечистота? и вот каждый из них давал свое трактование понятия нечистоты. Например, одни говорили так, если там женщина достаточно для развода, например, если женщина три спалит еду во время приготовления, подгорит беда. То есть муж может уже посчитать это нечистотой и развестись с ней. Понимаете, да? В другие говорили нет, но если она спалит еду, которую она готовила в обед, потому что там тратата, это просто я вам просто говорю как пример подобный момент, понимаете, да? Одни говорили можно там, разговаривать с женщиной, да? Другие говорили нельзя разговаривать. Почему? Потому что там есть свои моменты. Вот, то есть эти школы, они были очень известны и влиятельны в первом веке. И наиболее сильной была группа Шамая, а после первого века группа Гилеря. И они фактически были современниками Шоа. Это тоже важно знать, важно знать. То есть если вы будете как-то пересекаться с еврейской литературой, можете увидеть это высказывание. Вы можете потом увидеть более слабое высказывание. То есть вы можете понимать, что это листовая школа, а это листовая школа. Вот так вот. Но тем не менее две эти группы принадлежали парисейской партии. и они учились следующим моментом. Если ты нечист, это не означает, что придет огонь с неба и скрипелит тебя. Если ты ритуально нечист, то ты живешь обычной жизнью, но очищение необходимо тебе для того, чтобы прийти в храм. мы помним такие моменты, что в некоторых случаях ритуальной нечистоты необходимо было просто пройти омовение в михе. Омой тело свою, одежду и так далее. Оно делается нечистым семь дней или до вечера например. Потом в конце ты принимаешь ванну и все хорошо. И у хорисеев была интересная идея, что нужно сделать весь Израиль чистым. путем соблюдения ритуальных законов для священника. То, что мы говорили, то есть законов, которые выбегали повышенные требования, необязательные для всех израильтян. Но это было очень и очень тяжело сделать, особенно простым людям, христианам, особенно так называемым Ан-Ха-Рэц, народом, народ земли. Очень сложно, потому что вы понимаете, одно дело священник, которого жизнь построена вокруг храма, и другое дело крестьянин, которого жизнь построена вокруг земли, вокруг его овец, вокруг каких-то вопросов, которые он занят, он не может уделять этому так много времени, как священники. Поэтому обычные люди становились в глазах фарисеев, евреями второго сорта, соответственно, с которыми вообще не нужно было общаться. И как вы помните из Ивангии о том, что периодически фарисеи встречались с учениками. И у нас написано «Заметим, что люди не книжные, заметим, что они крестьяне, и это автоматически ставило клеймо определенное на них. О чем с тобой говорить? О чем говорить? Все равно, что профессор из какой-то академии откуда-то приедет какое-то забитое село, и тут скажет «Я тоже освещаюсь». Вы понимаете, что на фоне этого профессора, как говорил Голохвастов, помните, что если вы залезете на колокольню, или как он там зажигал, и увидите вот этих людей, то они будут в ваших глазах как мыши, да, хоть подсюки. Как же он там такие смачные у него фразы «Да, потому что фасольчик не тот, и прогадал». Так вот, фасольчикам народ Ах-Хаарис на фоне фарисеев он явно угадать не мог, но не дотягивали люди. Хотя идея такая была. Я хочу вам напомнить, что тот же апостол фасольчикам фасольчикам фарисеев и когда он говорит о себе он говорит о том, по слову закона я был непорочен. То есть это был ревнитель фарисейский, это был высочайший уровень. Мысли нам не снилось даже то, что они делали в обычной своей жизни. Понимаете, да? Он говорит, что ради познания миссии и шо, я отказался и все посчитал это за мусором. Я не посчитал, что это важно для меня и отказался. Это на самом деле вы просто вдумайтесь, ты работаешь всю свою жизнь на оттачивание каких-то вещей. Да? Ты учишься до мелочей подстраиваешь свою жизнь по тому, что написано в слове и то, что не написано в слове. Делая программу три раза максимум и потом тебе говорят а теперь перестань это делать это все немножко спокойно все нормально убеди нормально нормально то есть это это надо полностью перестроить себя это ну это не просто знаете как люди переживают например переезд в другую страну это намного глубже потому что это полное изменение внутреннего человека и так из-за такого отношения фарисеи не общались с простыми людьми сам так то есть для них это было люди второго смысла они пересекались понятно но вы понимаете когда ты пропитан вот этим духом состоянием и ты живешь именно в таком обществе то ты избегаешь каких-то вещей ты осознанно отдаляешься и тем более нельзя было общаться с полуевреями или язвичниками вообще то есть самаряди на них они были вне закона и в таком же положении отказывалась женская половина то есть особое было отношение и многие измы современные феминизмы и так далее они радуют за там знаете как бы женщина она тоже человек и так далее и тому подобное если вы посмотрите на отношение к женскому миру того времени то нашим сестрам этого и не снилось никто с ними не считался и в прямом и переносном смысле то есть никто никого не и просто там выдавали замуж и у них не было права а хочу не хочу буду не буду это просто ну как бы вот так и все поэтому когда радуют за знаете как бы за право женщины тут надо понимать что именно в то время прав никаких не было во всем нужно тоже быть я не считаю что это правильно было но исторический фон был таким то есть они не подавали лунку женщине не здоровались потому что они понимали что в определенные периоды физиологического цикла женщина становилась ритуально нечистой и они не могли знать и не можно в какой-то момент чиста она или нечиста она тебе скажет что чиста а вдруг она в миг где-то там не полностью окунулась и лохан волос остался наверху ну предположим да поэтому возводится принцип ограды вокруг торг не прикасаться вообще к женщине вообще вот так мы понимаем что примеры оград есть различные фарисеи не радовались за ограды например мы можем увидеть что в торе нет закона об омовении рук перед едой есть закон об омовении рук священников перед служением в храме есть разница понимаете одно дело священник другое дело простой человек но говорили что наши руки они могут быть ритуально нечистыми а если мы коснемся ими пищи то и она также станет ритуально нечистой руки нечистой пища нечистая а если мы потом скушаем эту пищу то тогда мы станем нечистыми да и то есть еще он не учил нас о том что послушайте люди перестаньте соблюдать правила гигиены и так далее и так далее но он обращал внимание на состояние сердца помните да обращаясь к парисяям говорил вы омываете блюда чаши различные действия делать вы помните вот эту главу вы грабы окрашенные по которым люди ходят и не знают то есть он говорил что внешне шикарно но внутренне вы грабы окрашенные внутренне вы не соединены с творцом то есть в какой-то момент определенная ревность по богу она переставала быть ревностью и становилась таким холодным тупым религиозным фанатизмом например мы можем говорить о субботе не делай никакой работы и в принципе это означает отдыхать отдыхать это воспоминания о рамской веке когда евреи работали без выходы также мы можем вспоминать в субботу помнить что творец творил землю 6 дней на 7 он отдыхал и фарисеи расширяли возобили ограды значит нельзя делать никакую творческую работу нельзя например творить лечить поскольку лечение принималось как восстановление то есть творческая работа вы помните сколько историй было у Ишуа именно связанных с лечением и он им говорил о том что если в принципе ваш вол упадет то вы будете его вытаскивать тем более человек то есть он специально показывал их уделял внимание на то чтобы они увидели вот эти моменты они говорили о том что нельзя играть например в субботу на музыкальных инструментах так как это тоже творчество а также вот память о разрушенном краше тоже решат можно лечить поскольку бог обращает внимание на сердце таким образом вопросы которые поднимал и шоуа они не нарушали тору они нарушали фарисейскую галаку их внутреннее понятие например фарисеи говорили в субботу урожай собирать нельзя да и в Талмуде есть например об этом спор сколько можно собрать урожая чтобы не нарушить шаббат и восходится простая ограда ничего нельзя срывать ешуа сказал что если ты срываешь для утоления голода или чтобы насладиться то ты не нарушаешься субботы понимаете да то есть если вы посмотрите на новый завет с этой точки зрения вы увидите что множество вещей они может быть ошибочно нами принято как будто речь идет о торе рассуждения размышления но на самом деле речь идет о ограде о ограде и дальше говорит что вы даете десятину смятых тмина там смелких таких вообще вообще там вы забыли суд вы забыли милость вы забыли ключевые понятия основы много этого не угодно современный раввинистический иудаизм не то же самое что фарисейство не то же самое но фарисеи установили направление раввинистического иудаизма акцент на ритуальную чистоту приводил к тому что фарисеи упускали наиболее важные части закона фарисеи думали что весь Израиль должен соблюдать все законы о чистоте для священников плюс все прибавки которые они создали и тогда придет царство Божие то же самое мы можем видеть в современном ультра ортодоксальном иудаизме хорошо делаем перерыв поговорим потом о поисеях и зеводах